здравствуйте дорогие друзья снова я б.н. я решил записать видео для того чтобы ответить одному упырку который мне здесь начал угрожать не до человек называется на ю тубе рутлес космополитана кто не знает что такое рутлес это означает без корней то есть некто космополит без корней мне пишет богдан ты конечно еще тот патриот надо подумать как тебе не только канал а и пересечение границы сша перекрыть может и в канаде немного проблем устроить мне интересно если заплатят ты же и россию продаж душу ты уже продал а вот телу твоему надо немножко копоти дать поэтому я вот решил на такой вот комментарий ответить значит кстати непонятно какую я душу продал то есть я как был русский человек с русской душой так у меня русская душа осталась а вот тот кто называет себя без корней тут большие вопросы вот но рутлес наверное плохо меня знает поэтому я решил записать видео и чуть-чуть рассказать о себе дело в том что ютубер я уже со стажем уже четыре года исполнилось 9 мая как я сделал свое первое видео за четыре года столько много раз мне угрожали столько людей и так они старались меня напугать но самым упорным оказался некто дядя ваня который проживает во флориде в общем некто дядя ваня на мой день рождения который был 28 января послал мне цветы между прочим заплатил целых восемьдесят долларов то есть это очень очень упоротый упорный чел и вместе с цветами была записка тут по украински латинскими буквами но я переведу значит поздравляем с днем рождения надеюсь что это не твой последний день рождения о том что у тебя день рождения я узнал на сайте миротворец значит с днем рождения скоро увидимся правый сектор то есть подписался правый сектор явно хохол значит и когда отправляют цветы через службу доставки то надо естественно написать и имя место имени написала чтоб ты сдох то есть вот это дядя ваня значит в свое время разместил или поместил меня на сайт миротворец есть такой сайт на украине где там добавили всю информацию все личные данные где работаю все такое значит как я сказал ютубер я со стажем но не всегда я был ютубером опытным вот было конечно несколько ошибок которые я сделал и дядя ваня жаловался на меня и в школу и на работу и в общем попросили меня конечно несколько видео удалить вот но из-за того что опыта не хватало надо было эти видео не просто удалять потому что видео были очень рейтинговые там по 400 500 600 тысяч просмотров было надо было просто сделать так чтобы эти видео были невидимые уже для новых просмотров ну вот а я удалил а я не знал и поэтому собственными руками я очень сильно навредил своему каналу канал был там было 40 тысяч подписчиков вот и собственными руками навредил канал и как бы рейтинг канала я угробил просто до до плинтуса ниже плинтуса поэтому уже реанимировать старый старый канал было бесполезно я его стер вот и потом через какое-то время я сделал новый канал но то что я стер наверное дяди ваня было воспринято как какая-то слабость или страх вот но после того как я открыл новый канал в общем я получил сначала букет цветов вот то есть это был явный намек что мы знаем где ты живешь правый сектор мы тебе отомстим ты уже в миротворце и вот мы теперь нашли где ты живешь то есть явный был эффект ожидался что я испугаюсь но я никак не отреагировал думал обратиться в полицию но так как принципе с этой с этой херней идти в полицию было бесполезно никуда я не обращался вот и продолжал снимать ролики дальше дядя ваня не угомнился он реально решил мне всячески навредить то есть вот как урутлес тоже захотел сделать мою жизнь в канаде невыносимой так и дядя ваня захотел сделать мою жизнь канаде невыносимой и поэтому он решил отправлять письма всем моим соседям здесь вокруг значит в районе где живу то есть я даже не знаю катя примерно сколько 20 30 40 может соседей домов получила не знаю в общем написали такие вот листовочки вот на двух листах значит где есть написано там осторожно там внимание такое-то такое-то имя фамилия живет по такому-то адресу моя фотография с миротворца здесь написано всякая хрень что этот человек тайным образом снимает ваших детей он размещает эти видео на русском youtube канале на каких-то еще русских сайтах где над вашими детьми глумятся то есть полный маньяк я значит это сказано что я тайным образом ходил в магазин ижа продуктовый магазин снимал людей которые вот с этой местности значит что я говорил о том что мужчины и мне жалко этих мужчин так как они живут с родливыми женщинами ну и тут разная еще ерунда для того чтобы каждый из моих соседей они нашли для себя что-то возмутительное то есть чтобы они возмутились значит и вознегодовали здесь написано где я живу здесь написано что значит у меня есть youtube канал название канала здесь написано что я также являюсь государственным преступником на территории украины здесь есть ссылка на сайт миротворец о том что я как бы занимаюсь вражеской деятельностью на территории канады и на территории сша и так далее тому подобное если со мной кто-то встретиться то должны вести себя осторожно они должны обратиться в полицию и пожаловаться ну в общем потраченное усилие и ожидался эффект что мои соседи действительно мне тут зададут перца и у меня будет тяжелая жизнь но эффект оказался абсолютно противоположным вот в тот момент когда раньше я жил здесь не никто меня не знал никто со мной не здоровался я в принципе тоже ни с кем не здоровался вы из меня сделали здесь звезду теперь меня знают абсолютно все вот люди не то что устроили мне здесь какие-то вырванные годы а вот а люди наоборот напряглись вот этим вот анонимным письмом которые они получили значит люди зашли ко мне на youtube канал начали заходить на youtube канал и они начали обсуждать о том что никаких детей они здесь не видят на youtube канале ничего противозаконного я не делаю люди начали смотреть мои видео вот и они пришли ко мне и предложили обратиться с этим делом в полицию то есть когда послали цветы и ну это было такое скромное дело когда уже групповой иск вот в полицию то это же совсем другое дело поэтому мы обратились в полицию значит полиция открыла уголовное дело вот попросили меня никак не комментировать никак не реагировать ничего не говорить об этом на ютубе дабы как говорится не спугнуть вот и абсолютно правильно посоветовали так как наш неуважаемый дядя ваня не угомонился он отправлял эти письма еще сколько раза три или два всего три раза по по моему отправлял вот если я правильно помню и все эти письма были добавлены в полицию к этому уголовному делу я также получил письмо но я уже получил письмо без такой листовки вот конверт я не открывал я так посмотрел там что-то дребезжало внутри я посмотрел на свет вот сделал вывод что явно это какаха вот поэтому не открывая я отнес это все также в полицию и детектив которая занимается этим делом а вот детектив взял это все на на анализ к сожалению ну вот минус такой опять таки минус могу рассказать то что целых примерно два месяца взяло полиция для того чтобы сделать анализ содержимого конверта вот недавно мне позвонили сказали дорогой наш потерпевший в конверте не было ничего опасного это было кошачье говно вот поэтому вы можете не беспокоиться вот и детектив сказала что она передает это дело в интерпол честно говоря меня это очень удивило так как интерпол все таки серьезная организация вот но детективша сказала что так как дядя ваня живет во флориде а я еще забыл сказать дядя ваня додумался то есть но это ж одноклеточный додумался позвонить звонок был это где-то наверное ноябре еще позвонить в полицию в монреале пожаловаться по телефону то есть сообщил свое имя фамилия вот известно где живет что это флорида город все значит пожаловался и о том что я веду здесь анти канадскую деятельность рассказал эти все вещи анти американскую деятельность попросил со мной разобраться полиция абсолютно я даже не знал о том что был какой-то звонок то есть они вообще ничего не делали но они как бы запись эту сохранили и когда обратились мы все вместе с соседями в полицию то детектив определила что был такой звонок то есть это тоже добавили в уголовное дело так что дядя ваня молодец гениальный поступок поэтому кто это все делал известно этим делом будет заниматься интерпол я не знаю как быстро этим делом будет заниматься интерпол честно говоря я на их месте бы не занимался вот но будут заниматься или нет посмотрим вот если будут новости я потом еще расскажу но если будут новости дядя ваня узнает самым первым вот так что возможно мы встретимся в суде возможно есть шанс вот хотя честно говоря я особо к этому не стремлюсь потому что в принципе мне до дяди вани никакого дела нет то есть абсолютно я к этому равнодушен вот но рутласу и всем остальным я бы посоветовал задуматься так как если рутлас ты действительно находишься в канаде то вот с тобой у меня очень большие шансы встретиться в суде если кто-то хочет угрожать пожалуйста продолжайте но я могу сказать еще вот что полиция знает о моем youtube канале и в канаде и в америке знает и ничего они мне не сделают потому что я не нарушаю никаких законов мой работодатель знает прекрасно что открыто уголовное дело никто ничего не будет делать если вы хотите добавить уголовному делу свои еще на нарушение то есть вы легко можете нарушить закон именно вы а не я то пожалуйста давайте всем другим адекватным людям я говорю с уважением к вам bn